Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоём канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Здравствуйте! В эфире передача «Альтернативы». И сегодня мы выходим в эфир из студии БАЗ-ТВ города Басарабяска. Сегодня мы поговорим о самом сладком и одновременно полезном продукте, который подарила нам природа – о мёде. Цветочный, подсолнечный, рапсовый, акациевый, липовый. Каждый из этих видов мёда отличается от других не только цветом, вкусом и запахом, но и своими целебными свойствами. Молдавский мёд славится своим качеством, его любят и ценят во многих странах мира. И это всё благодаря людям, посвятившим себя работе на пасеке. Давайте познакомимся с одним из них. Герой нашего следующего сюжета – один из самых знатных пчеловодов района Басарабяска – Григорий Скутарь. Пчёлами Григорий Скутарь занимается с самого детства. Он знает все тонкости этого дела и не представляет себя в другой роли. Производство мёда – это не бизнес. Это работа, каждодневная работа для того, чтобы содержать семью. Для меня это не бизнес, для меня это жизнь. С апреля по октябрь почти безвылазно пчеловод, его семья и несколько помощников находятся на пасеке, ухаживая за пчелосемьями и откачивая мёд. Урожай год на год не приходится и зависит от множества факторов. От местоположения ульев, состояния пчёл к началу сезона, погодных условий, интенсивности цветения медоносов. Если всё складывается удачно, то одна пчелосемья может дать за сезон до 100 килограммов мёда. Переработать такой объём продукции дедовскими методами непросто. Да и требования сегодня изменились. Поэтому пчеловоды активно применяют в своей работе инновационные технологии. Это центрифуга для откачки мёда – особая гордость Григория. Он вложил в неё порядка 100 тысяч леев, но говорит, что затраты себя оправдывают. За раз в аппарат можно загрузить до 30 рамок с сотами, и это требует минимальных физических усилий. Кроме того, оборудование соответствует современным санитарным нормам. Мёд должен качаться в пищевой нержавейке. Не разрешается, как при Советском Союзе могли качать медогонками требований, как другие требования на данный момент. Высокие требования связаны с тем, что значительная часть молдавского мёда экспортируется в страны ЕС. Это один из немногих видов отечественной продукции, спрос на которую год от года только растёт. Весь мёд мы сдаём оптом, и мёд оптом отправляется в Европейском Союзе. Как бы в последние годы нет никаких проблем с реализацией мёда. Оптовая цена мёда колеблется от 30 до 60 леев за килограмм. И здесь большое значение имеет его происхождение и экологичность. Если мёд с акации, монофлёрный, то его проверяют по составу пыльцы. И тогда за него платят дороже. И проверяют на все антибиотики. Сейчас очень строгие требования к мёду. За качеством сладкой продукции пристально следят и агентства по безопасности пищевых продуктов, и сами покупатели. Но Григорий Скутарь считает, что производить мёд, который соответствует европейским стандартам, вполне реально. Как реально и добиться успеха в этом виде бизнеса. Те, которые работают и двигаются в ногу со временем, имеют хорошие перспективы. К занятию пчеловодством Григорий приобщил и обоих сыновей. В своём деле он привык больше полагаться на собственные силы и поддержку близких, нежели на помощь извне. Никакие субсидии от государства или гранты от зарубежных фондов пчеловод никогда не получал. Считая, что оформление необходимых для этого документов отнимет у него слишком много времени, которое иногда дороже золота. В 2017 году всего 1% пчеловодов Молдовы подали заявки на получение субсидий на сумму около 6 миллионов леев. Вот такой взгляд на проблемы и перспективы развития пчеловодства у героя нашего сюжета. Сегодня в студии БАС-ТВ тоже пчеловоды. Что они думают о ситуации в отрасли, мы узнаем очень скоро. А для начала я их вам представлю. Это Георгий Косым, председатель Ассоциации пчеловодов района Басаребяска. Здравствуйте. И Иван Радов, пчеловод. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам на передачу. Сегодня мы выходим в эфир в формате телемоста. И на прямой связи с нами будет Кишиневская студия, канал Реджионал. Я с удовольствием представлю вам гостей, которые там сейчас находятся. Это Штефан Кондратюк, председатель Национальной ассоциации пчеловодов. И Юрий Ушурел, госсекретарь Министерства сельского хозяйства. Здравствуйте. И мой первый вопрос господину Радову. Вы посмотрели сюжет. Ваш коллега Григорий Скутарь рассказал и показал, какие инновации он использует в своем деле. А как вы считаете, насколько важно в пчеловодстве идти в ногу со временем? И какие инновационные технологии лично вам облегчают жизнь на пасеке? Да, мне знакомый Григорий Скутарь, потому что мы сотрудничаем вместе. И часто делимся мнениями, опытом своим. Он немного вперед пошел, чем я, потому что он раньше взялся за приобретение оборудования. Эти оборудования очень дорогостоящие, но себя не оправдывают. Дело в том, что можно вкладывать деньги, когда есть спрос и есть возможность частично его возвратить. Но у нас получается, пока мы бьем мяч только в одни ворота. Вкладываем. А продукцию у нас очень трудно покупают. Да, и, наверное, не по такой цене, на которую вы рассчитываете. Это далеко не зависит. Этой цены, если сказать, это смешно. Раньше при Советском Союзе на рынке самый дорогой продукт был мед. Потом мясо было. А сегодня мед стал ниже уровня всех продуктов. То есть вы не можете себе позволить приобрести вот такие современные оборудования? Да, я не обрел эти оборудования. Уже с распечаткой работал, с медогонкой еще не готова работать, потому что для медогонки нужно сделать специальное помещение, чтобы оно соответствовало санитарным нормам, чтобы оно обеспечивало безопасность при передвижении на пасеку и от пасеки до хозяйства, до дома. Поэтому это еще надо дополнительных вложений. Дополнительные вложения. Вот товар стоит, лежит у нас в складе, а взять, чтобы сделать дополнительное оборудование, не за что. Ожидаем, пока будет закупка меда, чтобы мы могли как бы двинуться немножко вперед. Господин Косым, но с тем, что современные технологии помогают в ведении бизнеса, поспорить трудно. Вот господин Радов говорит, что на самом деле это очень дорогостоящее оборудование. И господин Скутари то же самое сказал, когда мы брали у него интервью. Сколько пчеловодов нашего района могут себе позволить приобретать вот такие агрегаты? Ну, я хочу немножко сказать о нашей ассоциации и скажу, сколько пчеловодов, какие бывают. Ну, мы, значит, создались, значит, 11 лет уже как ассоциации пчеловодов из Саровского района. Начало мы начинали вместе с Кондратиком. Спасибо большое. Очень большой мы шаг сделали вперед за 11 лет. До этого, значит, были стариковские, старые, значит, медогонки, инвентарь старый, ржавело все вот это. С помощью, значит, консультаций, семинары проводили Кондратюки, мы проводили, наши участвовали даже в семинаре за рубежом, и на Украине были, были и в Румынии много раз. Мы перешли от этого, новые улики пошли, уже не красим, как раньше красили, вот это воняло, вот эта краска, все пищевое у нас, все краски. Перешли от лежаков на вертикальные эти улики, совсем другая технология пошла, посуда другая, все-все. Все по требованию, как уже нас учили, по требованию европейского стандарта. Стандарт, это он большой роль играет, конечно. Как и по качеству меда, как и по рамкам, как по уликам, все должно быть стандартизировано. И когда мы вот это выполняем, и сейчас выходят новые технологии, как уже новые оборудования, уже как скутарь, мы на эпизоде видели, это одно из передовых таких технологий. Но еще до новых технологий нам далеко еще есть. Я был в Италии, я в Румынии был, видел уже пчеловоды вместе производят и другие. Мыло производят вместе с производством меда, такое все. Поэтому все идет вперед. Дополнительно еще какие-то продукты пчеловодства они развивают, да? Да, вот развивают. Нам еще многое, чтобы предстоит вперед. Мы вот так планируем наши ассоциации, что где-то мы сделаем тут базу здесь. Пока такого не сделали. Мы хотели, чтобы сделали здесь мотководов своих, чтобы мотки производить своих, чтобы были именно районированные, именно в нашей зоне, чтобы были они. Мы хотели, чтобы тут у нас была база, чтобы мы принимали мед и отправляли мед. Это еще впереди у нас. Ну, о ваших планах мы еще с тем поговорим. И немножко еще. Сейчас у нас было пчеловодов 37 пчеловодов, а сейчас мы имеем 80 пчеловодов, где-то около 10 тысяч пчелосемей. Это большое. Значит, вот как скутарь, он имеет где-то около 400-500 пчелосемей. Иван Дмитриевич тоже имеет где-то близко к этому тоже. Таких пчеловодов у нас где-то около 10 в районе. Район маленький, 30 тысяч гектаров земли у нас. А наши пчеловоды работают по югу. И мы обслуживаем поля и Тимшлиска, и Камрадск, и Камрадск, и Камрадск. И этот кончестер там на Липово тоже. Поэтому большой объем работы. Давайте все-таки мы поговорим о том, могут ли эти пчеловоды позволить себе приобретать современное оборудование. Вот видите, даже крупным пчеловодам, так скажем, им трудно. Они не могут собрать необходимые средства. А что же делать тогда более мелким? Как они выходят из ситуации? Ну, более мелкие, конечно, они, ну, меньше медогонки берут. Они не такие, как на 30 рамок, допустим, там. Не берут тот, что для очистки, тот аппарат, который очищает, распечатывает эти рамки. Они используют вилки, там, ножи, там, распечатывают, им недогонка, значит, и рамки. Так, ну, ну, со временем, если пойдет вперед, конечно, может тоже себе позволить такое. А эти вот пчеловоды, которые по 400, по 500 и более, селосимей, они себе позволяют. Но им тоже тяжело в каком плане. Эти, то, что получается, средства, они должны не только покупать новое оборудование. У него и семья, он в другом месте не работает. Он должен учить этого ребенка там, в школе, в институте надо. Это очень дорого. Надо лечить, и семью задержать, и за газ платить, за все. И вот когда мы смотрим, вот дальше поговорим, наверное, про цены. Да, да. Ну, желательно было бы, чтобы выше цены были для пчеловодской продукции. Вот господин Радов уже затронул эту тему. Цена на мед не окупает затрат на его производство, правильно? Так вы выразились. А могут ли как-то производители меда диктовать цены на рынке? Или вам их вот кто-то спускает сверху? У нас так сложилось в нашей стране, что пчеловоды не могут диктовать. Мы люди зависимые. Мы целыми днями весь сезон, весь день сезон, мы находимся на пасеке, мы работаем. Некогда думать, некогда законы изучать. А есть люди, которые, если бы это было на законном уровне, чтобы государство занималось этим вопросом, было бы проще. А так есть несколько человек, которые занялись этим вопросом, импортом, импортировать этот мед. Они собираются... Экспортировать. Экспортировать, да. Они собираются за круглым столом, обсуждают. И говорят, они знают меня по фамилии, знают его, знают всех пчеловодов по фамилии, знают у кого какие возможности. Вот нас ставят на колени. Идут, побирают у всех, у кого там маленькие партии, а большие подождут, никуда не денутся. Потому что сколько он будет лежать. И вот они договаривались. Вот в этом году, например, они договорились, что 25-30, не больше, не АДБ, но больше на цветочный мед. Такой низкой цены, наверное, за последние несколько лет еще не было. Да. В прошлом году и год был не из лучших, но цена была немножко больше. 35-36 давали на цветочный мед. 16-45, на цветочный мед, да? В 17-м году было 30-35. 35-36. А сейчас 30-35, 31-32 максимум. Все. А почему? Можете ли вы отказаться продавать мед по такой цене? Мы не можем отказаться. Мы просто можем, если такая перспектива будет в дальнейшем, мы есть 300 семей, оставим себе 50 семей, чтобы обеспечивать свою семью. А государство пускай думает, чем опылять будет агрокультурой. Подсолнечка в этом году много было. И каждый год в перспективе еще больше будет подсолнечка высевать. Чем она будет опыляться? Ну, будет переходить, наверное, на такие, на самоопыляющиеся сорта. Нам очень легко сложить их, одну зиму вместо газа перетопить уликами, и потом мы останемся, Егор, на 50 семей, чтобы содержать свою семью. Ну, между тем, считается, что пчеловодство – это одна из самых перспективных отраслей сельского хозяйства. Да. Молдова может произвести очень много меда. Если был бы интерес на государственном уровне, чтобы лицом повернулись к пчеловодам, много можно меда произвести в Молдове. Страна богатая на мед, трудные условия позволяют. Даже если засуха, как в этом году было, все равно мед был. Только надо работать на пасеке, надо работать над семьями, чтобы семьи были здоровые, чтобы подгонять их к основному взятку крепкими семьями, чтобы можно было собрать мед. А если некуда его сбывать, зачем его собирать? Да. А за бесценок его сбывать, никто не будет ломать голову себе, чтобы его собирать. Господин Касым, а на внутреннем рынке есть перспектива продавать мед по более высокой цене? Ну, на базаре устанавливаешь цену, люди проходят и смотрят. Подходит цена, берут, не подходят, не берут. Вот и стоит. Я скажу, что на внутреннем рынке тяжело, потому что и количество людей уменьшилось сейчас. Вот садоклей, вот у меня пчеловод, говорит, я, Георгий, значит, вывозил, значит, где-то 3-4 тонны на базар здесь, в садокле, в Бессарабку. Железнодорожники были, покупали этот мед, ставили нормальную цену. То есть за сезон он 3-4 тонны продавал? Да. А сейчас, говорят, я не могу тонну продать. Нету людей. Население стало меньше, и платежеспособность населения, видимо, уменьшилась, и это все сказывается. Да, и платежу, и это, да. А может быть, еще дело в том, что в Молдове нет культуры потребления меда? Люди не научены употреблять мед. Мед нужно кушать каждый день. Мед – это такой продукт, из всех продуктов питания, которые мы имеем на сегодняшний день, и не только мы, и во всем мире, мед в организме усваивается 100%. Поэтому его нужно каждый день употреблять. Он как ободряющий, общий укрепляющий, богатый витаминами. Он имеет свой антибиотик, потому что мед, если находится в посуде, и он сам себя стерилизует, и посуда чистая делается. Поэтому, если бы наши граждане научились бы кушать мед, нам не надо Европу кормить медом. Достаточно своих людей накормить. Но люди просто так оставляют на второй план, на третий план употребления меда. Тем не менее, ситуация на сегодняшний день такова, что 85% меда экспортируется. И основными потребителями нашей сладкой продукции являются страны Евросоюза. Прежде всего, это Румыния, Италия, Франция, Германия, Испания. Оно означает ли это, что жизнь мчеловода сладка? Давайте посмотрим следующий сюжет, затем обсудим его. Сегодня в Республике Молдова официально зарегистрировано более 7 тысяч пчеловодов и около 160-170 тысяч пчелосемей. Ежегодно наша страна производит от 3,5 до 4,5 тонн меда. Производимый в Молдове мед в основном является натуральным. Все потому, что он, если подвергается, то только у очень незначительной и необходимой переработки. 99% экспортированного меда оказывается в конечном итоге на полках стран Евросоюза, несмотря на достаточно высокие требования к качеству. За границу НОД отправляется через длинные торговые сети в бочках, что создает дополнительные препятствия. Так, на данный момент. Среди главных целей пчеловода в Молдове значится обнаружение участков рынка, которые позволили бы продавать уже расфасованную продукцию напрямую потребителю. А самой остро ощутимой проблемой остается недостаточно высокий уровень поддержки, оказываемый сектору пчеловодства. 90% пчеловодов не имеют доступ к финансированию предоставляемому государством посредством субсидий, так как они являются физическими лицами, а программы и законодательства предусматривают субсидирование только для юридических лиц. Пришло время передать эстафету Кишиневу. Господин Кондратюк, ну, цифры вещь упрямая, и как раз они свидетельствуют о том, что наблюдается положительная динамика по экспорту меда в страны Евросоюза. Но в ходе беседы с пчеловодами из Басарабяски мы выяснили, что объемы экспорта совершенно не соответствуют уровню доходов, которые получают от этого производителя сладкой продукции. Почему так происходит? Ну, во-первых, нужно учитывать, что эта продукция поступает на рынки, где свободная конкуренция, и она очень жесткая, имея в виду, что мы производим не такой большой объем меда. Конечно, мы сталкиваемся, наша продукция сталкивается с такими конкурентами, как Кино, Аргентина. Последние три года Украина дошла до 70 тысяч тонн. Предложение на рынке Евросоюза примерно на 40% дешевле. И здесь, конечно, у нас силы бороться с такой конкуренцией жесткой нету, потому что на сегодняшний день мы просто конкурируем с качеством. Мы не можем конкурировать с ценой, мы не можем конкурировать с объемами, ассортиментами. И здесь сталкиваемся именно с такой жесткой конкуренцией, и отсюда мы получаемся в зависимости. На сегодняшний день, конечно, альтернативы могут быть, но к ним мы идем очень и очень медленно. Здесь нужно полагать, что, чтобы найти свою нишу, ни один экономический агент из Республики Молдова, который экспортирует мед, не может самостоятельно или не имеет тех финансовых ресурсов, проникнуть на этот рынок, установиться на какой-то сегмент, потому что практически на данный момент мы не можем вступить с нашим объемом меда. Мы продаем сырье для других перерабатывающих предприятий, и в этом случае мы не можем вступить в те крупные сети магазинов, которые есть в Евросоюзе. И здесь, конечно, нужно найти те подходы, те программы, которые бы дали возможность диверсифицировать и выйти, изыскать и установиться на новых сегментах рынка. У меня вопрос к другому гостю студии. Господин Шурел, факты говорят о том, что пчеловодство одна из самых перспективных отраслей сельского хозяйства. И в Молдове немало специалистов, которые умеют производить мед. Нередко это целые династии. Но вместе с тем они говорят о том, что не чувствуют поддержки со стороны государства. В то же самое время субсидии, которые предоставляют государство на развитие пчеловодства, остаются маловостребованными. В чем причина такого парадокса? Да, вообще-то тут у нас получается интересный парадокс. в том плане, когда все знают, то есть это не какие-то догмы, это реальные цифры, которые мы оперируем. Значит, на данный момент сектор пчеловодства является одним из самых финансированных секторов. мёдом. То есть, мы начинаем от того, что финансируется производство мёда, финансируется пчеломатки, финансируется улья, финансируется оборудование для переработки мёда, финансируются самые новые изменения, которые пчеловоды увидят буквально на следующей неделе, потому что были сделаны еще дополнительные изменения в регламент по субвенциям и пчеловоды увидят еще новые изменения. Я говорю о платформах, которые будут субсидироваться, я говорю о тех помещениях. Я хочу совсем ответственно сказать, что есть и те проекты, которые и от Евросоюза, и проекты непосредственно от наших друзей с USID, которые финансируют, дают сильную поддержку для сектора. Но есть один интересный момент, который надо всегда говорить правду. Первая причина, почему меньше пчеловодов финансируется, это тот факт, что еще не до конца пчеловоды переходят на официальную работу, то есть работая официальным экономическим агентом, зарегистрированным экономическим агентом, потому что если мы говорим, что у нас физические лица занимаются пчеловодством, это называется хобби. Если пчеловоды хотят делать из этого бизнес, значит, это экономические предприятия. Вот экономическим предприятиям для того, чтобы развиваться, цифры говорят сами за себя, процентов 70-75 финансируются от государства, от вложенных денег. Поэтому первая проблема, которую на данный момент должны понять пчеловоды, что при переходе с формы работы физических лиц до формы работы юридических лиц, положение поменяется. Второй момент, к сожалению, как это ни странно не звучало бы, пчеловодам следовало принимать опыт от пчел. Пчелы работают вместе, потому что по-другому они бы не создали мед. Пчеловоды как бы работают разрозненно. К чему я это говорю? Значит, на данный момент, и пчеловоды это прекрасно знают, у нас производится по большой степени 4 вида меда. Хотя лечебные свойства меда и педоклиматические возможности, которые существуют в Молдове, позволяют как минимум сделать 14-17 видов меда. Но для того, чтобы выйти с рынка, мы не можем выйти одной, двумя, тремя банками. Мы должны выйти количеством. Третий момент, мы как-то ставили заботу о продаже на чьи-то другие плечи. Если мы производим мед, значит, мы должны собраться вместе и этот мед красиво упаковать, сделать много видов меда и выйти количеством фасованного меда на внешний рынок. Для этого есть возможности, но почему-то желания нет. Потому что есть одна программа от Мирового Банка, в которой для производства, для создания, для постройки, создания комплекса по сбору, переработке, хранению, фасовке и продажу меда государством выделяется до 350 тысяч долларов. Это грантовая составляющая. Но грантовая составляющая говорит, на каждый вложенный доллар государство приходит одним дополнительным долларом. То есть 50 на 50. Мы все вместе можем создать в разных местах соответствующие предприятия до 700 тысяч долларов, из которых 350 пчеловоды и эти 350 еще в пределах 50% финансируются. Тогда вопрос в чем? Вопрос в том, что мы не принимаем опыт от пчел. Работает она вместе. Создать ассоциации или создать те кооперативы, которые дальше нам позволят выйти на хороший уровень. И последнее, что бы я хотел сказать. Господин Кондратюк очень четко сказал, или мы конкурируем с большими государствами, у которых себестоимость меда намного ниже, или мы берем инициативу на себя и произведем тот мед, который нам даст добавленную стоимость. Вот такие ответы мы получили от участников передачи, которая находится сейчас в Кишиневе. очень интересно выслушать ваше мнение по этому поводу. Пчеловод будет этим вопросом заниматься, некогда будет заниматься медом. У нас все так построено, что везде нужно взять справку о том, что нужна справка. Если самому вывозить мед, экспортировать мед, тогда надо, чтобы кто-то другой занимался пасекой, а основной пчеловод занимался другим вопросом. у вас же есть ассоциация, может быть, надо уполномочить какого-то одного члена ассоциации, чтобы он занимался именно вот такими маркетинговыми вопросами, логистикой. В ближайшей перспективе может быть, что-то блеснет и с этой стороны, но пока я вот не вижу, что завтра, после завтра мы сможем экспортировать этот мед. А вот что касается того, что большинство из пчеловодов, они работают больше как физические лица, они не открывают предприятия. Почему не наблюдается такой тенденции? Ну, это тоже связано с волокитой. Это тоже надо ходить и обливать пороги. Пришел в один кабинет, он закрытый, он где-то на выезде, в другом кабинете пришел, он болеет, а у пчеловодов в летний период времени нет на эти хождения. Зимой, зимой, может, кто-то думает, что, а, зимой пчеловоды лежат, оттеживают бока себе. Зимой тоже времени нет у нас, потому что всю зиму надо забивать рамки. На такую большую пачку, как у Григория Скутаря, там, 500 семей, это если по 20 рамок на одну семью, в сезон нужно перекрутить, это сколько рамок он должен за зиму забить, собрать их, на овощи проволоку натянуть, потом на овощи шить их, чтобы в летний сезон он с ними работал. То есть работа круглого вечера. Да, чтобы иметь это как физические лица, как юридические лица, это надо уже иметь бухгалтерию, надо бухгалтера иметь. А за что, если мы не можем свою продукцию вот так вот легко продать, еще надо и бухгалтер содержать, и это же можно зарплатить дополнительные доловоломки. Господин Косым, а Вы как думаете, могла бы ассоциация взять на себя какие-то такие функции по продвижению и реализации продуктов? Вот 10 лет назад, когда создавали мы этой ассоциации, значит, мы в своем решении приняли, что мы входим в состав Национальной Ассоциации Республики Молдова. Ну и так мы когда начинали, создавались, было такое предложение, такие мнения было, что Республиканская Национальная Ассоциация получает, значит, разрешение на продажу за границей, мы входим в эту ассоциацию, заем через эту ассоциацию свою продукцию, они сколько вкладывают на перевозку, на все это дело, продают, и потом, в конечном, когда уже реализована продукция, распределяем сверху до низу. Вот я считаю, тогда можно было бы как-то, и... На деле так не происходит? Вот не получилось почему-то во все республики, и вот мы пчеловода отдельно, продавцы меда, отдельно как-то получается, и это не только по пчеловодству так, так оно пошло и по зерну, и по винограду, и по вину, и по молочному, по всем. А если оно было так, тогда у нас в республике не было 90% бедных, а 10% богатых. А так распределение было бы как-то умеренно и правильно было. Можно ли говорить о том, что в этой области существует монополия на приобретение, на продажу меда? Ну, есть какие-то дам, укропнения есть какие-то, дам, набираются, но нам, мы здесь находимся, что дам происходит наверху, трудно нам оценить, конечно. Но хотелось бы, что вот так вот было. Если такое распределение было бы, я думаю, что было бы лучше, и развивалось бы пчеловодство лучше. вот сегодня я хотел бы задать вопрос тоже с этими ценами опять, и с налогом, если не повысить задавать. Нет, вы можете задать вопрос. цены за три года я беру 16-й, представителям министерства вопрос, да? 16-й, 17-й, ну, я поднимаю этот вопрос, как бы, 16-й год, 17-й, 18-й год. Цены было 40-45 на цветочный мед. Потом в 17-м году значит, 30-35 и значит, сейчас уже 27-31, 32 может. И в это же время за последние три года тоже почему-то налоги при продаже меда у нас было 2%, 3, сейчас 5. Как-то государство могло регулировать вот эти вот, не кинуть все это на производителя, а может часть кинуть на того, перекупщика или на кого-то другого, как-то там экономика так требует. Да. В принципе. Я думаю, что вы получите ответ на свой вопрос. И у господина Радова тоже есть возможность задать вопрос представителю Министерства сельского хозяйства либо представителю Национальной ассоциации пчеловодов. Пожалуйста. Я по поводу налогов, я бы сказал так, что в Европе, по-моему, только наша страна, которая еще только кандидат в вхождение в Европу в составе ЕС, но у них совсем другие законы. на пчелосемьи уже налог облагается пчелосемьи, потому что непонятно для чего. Ведь пчела, когда вылетает с улика, она уже оплачивает свой налог государству, лидерам всем, которые сельхосугодиями, сельхоскультурой занимаются, бахчеводству. То, чем занимается, пчела уже оплачивает этот налог. Нет, надо дополнительный для государства взять налог и от пчелопродуктов. Я вот когда готовилась к этой передаче, тоже нашла такую информацию, что в регионах, где много пасек, уровень опыления культур возрастает на 80-90%. И таким образом в Евросоюзе на каждую пчелосемью существуют дотации. То есть пчеловодов стимулируют к тому, чтобы они увеличивали количество пчелосемей. У нас наоборот, налогом облагают пчелопродуктивные. Прибыль от пчелопродуктивные. Ну что ж, давайте выслушаем мнение наших экспертов из Кишинева, что они об этом думают. Очень интересно затронутая беседа. всегда просто, когда беседуешь, смотря в глаза, но все равно на расстоянии мы тоже друг друга понимаем. Значит, когда мы говорим о проценте на продаж, 2%, 3%, 5%, мы ссылаемся на работу юридических и физических лиц. Поэтому давайте будем правде в глаза говорить, то, что было 2% и не оплачивалось, что будет 5% уже будет оплачиваться, потому что есть четкое разделение между бизнесом и между хобби, который производится, который делает пчеловодство. То, что вы говорите Евросоюз, не зря мы так сильно хотим Евросоюз, не зря все законодательство и все наши действия направлены на того, чтобы стать ценой страной Евросоюза, но и наши действия будут в дальнейшем в эту сторону направлены. Хотя, если говорить о процентах продажи, я опять вернусь к тому, что мы уже как-то упоминали, мы не являемся единственной страной, производящей мед в мире. Если взять цену, которую вы говорите 16, 17, 18, я бы взял немножко даже раньше, потому что вся турбулентность началась с 2014 года, 2014, то есть пчеловоды могут посмотреть по своим записям, 2014, 2015, 2017 и так далее. То есть в то время, когда мы уже вошли в рынок, в то время, когда украинцы на тот же рынок начали продавать спрайпродукцию, в то время, когда мы забыли, что у нас лучшие качественные показатели по меду, потому что, к сожалению, до прошлого года был большой поток меда, для которого качество не было самым основным показателем. Да, начиная с 2017 года, с прошлого года, в этом году уже процент качества немножко пойдет как бы на это смотрится. Но, опять же, если мы хотим продавать хороший мед по хорошей цене, мы этого можем сделать. Для этого нужно просто взять все, что предлагает государство, но государство предлагает очень обширную схему финансирования, начиная от пчел, кончая продажей меда, создать свои кооперативы, потому что ассоциация немножко другой орган, это орган управления, а кооперативы экономическое ассоциирование. и дальше идти по пути того, чтобы продать хороший мед. Потому как, если мы это не сделаем, за нас этот момент никто не сделает. Наш мед ждется на рынке, и мы можем иметь хорошую цену. Главное, чтобы самим понять, что все, что мы делаем, это зависит от нас. Потому как экономическая ассоциация, о которой, говорю, решает и проблему управления по качеству меда, потому что там не пчеловоды работают, там работают на нем люди, которых пчеловоды наняли. Один бухгалтер при условии упрощенной системы ведения бизнеса для фермерских хозяйств, это уже юридические лица, то есть это физически, но работает в форме юридических лиц, при упрощенной форме ведения бизнеса и ведения учета, бухгалтерского учета не требует таких больших вложений. Один бухгалтер, который, если вы нанимаете для всех работников, поможет намного лучше справиться с теми задачами, которые считаются нерешенными или кажется, что они будут плохо решенными. Спасибо. У меня также есть вопрос к господину Кондратюк. Вот господин Шурьел, представитель Министерства сельского хозяйства, говорит о том, что существует несколько программ поддержки пчеловодов. Есть и программ поддержки пчеловодов со стороны государства и со стороны каких-то международных организаций. Вот в частности в Молдове реализуется проект «Эффективное сельское хозяйство в Молдове», который реализует агентство США по международному развитию. Но может быть наши пчеловоды недостаточно информированы о существовании этих программ, может быть им необходимо оказывать помощь в оформлении документов. Может ли и выполняет ли точнее ваша ассоциация вот такую работу? Конечно, эта программа, которая сегодня проходит в Республике Молдова, она призвана решить и такие задачи. И в основном только в этом году запланировано более 65 семинаров, где эти вопросы поднимаются. Конечно, еще есть некоторые недоработки здесь, где, наверное, семинары нужно проводить по отдельным конкретным целевым вопросам, которые нуждаются пчеловоды. Но я бы хотел вернуться и напомнить, что самый, и мы говорили недавно даже в Бессарабке когда были. Что касается решений вот всех этих проблем, с которых сталкиваются пчеловоды, по-моему, господин Ушурел очень правильно сказал, что только сообща, создавая экономические ассоциированные кооперативы, можно решить такую задачу. И для Молдовы эти кооперативы могут как быть несколько и влиться в один вектор. Я думаю, что это осуществимо. Но пока все будут стоять и отвечать и до вороты о своей продукции получить деньги, пока они немножко не рискнут и не создадут такие возможные экономические ассоциации. Вопрос он будет и дальше. Что касается поддержки государства, конечно есть, я хочу еще раз поддержать, что есть некоторые, несколько таких программ, которые государство поддерживает, не исходя из даже вот эти фонды, которые есть, есть ИФАД, есть ПАРИ, есть сувенционирование, есть эта программа американская, которая сейчас идет. Но нужно проявить интересы со стороны пчеловодов и нужно захотеть этого делать, нужно интересоваться. Никто не придет и решит вопрос за пчеловода ему у него дома. И мы думаю, что перспективы все-таки есть, они программа и то, что нас ожидает, не так легкая, она трудная, но нужно оценить ситуацию, кооперироваться и решить эти вопросы. Они готовы для решения, нужно шаг сделать и со стороны пчеловодов. Что касается вопроса, действительно, мы здесь с господином Ширилом неоднократно встречались, конечно, я по некоторым вопросам не согласен, с представителями правительства, потому что мы говорим, что нужно, есть проблема, которой касаются пчеловоды, они физические лица, они уже в возрасте и им немножко и боязно делать этот шаг инвестиций и не знают перспективы кому оставлять. нужно по-моему все таки найти и это не то, чтобы кому-то не нравится лишь, нужно по-моему найти решение этой проблеме, потому что может быть кооперировать этих физических лиц несколько, и есть эта программа групп депродукатур, которая у нас есть, но я думаю, что здесь все-таки нужно найти решение и открыть допуск к этим средствам, к этим финансированиям всем пчеловодам, потому что нельзя даже пять семей если имеет и рядом один создал себе крестьянское хозяйство и имеет 200 или 300, этот с пятью пчелосемьей он может навредить этому и здесь будет дисбаланс в развитии и применении новых технологий и получении и прибыли здесь есть, конечно, место для работы думаю, что и в рамках новой программы развития пчеловодства мы сможем какие-то новшества и какие-то вопросы решить так получается, что сегодня мы больше говорим о проблемах но не все так печально я предлагаю вашему вниманию сюжет о семье из села Цау района Дандюшень которые получили грант на развитие бизнеса в новом немножко непривычном направлении и этот бизнес также связан с пчелами давайте посмотрим пчеловодство одно из важных направлений решения задачи комплексного развития села и сельской экономики создание благоприятных социально-экономических условий и развитие малого бизнеса в Молдове зарегистрировано более 7 тысяч пчеловодов некоторые из них находят довольно инновационные подходы в своей деятельности мы познакомились с семьей Гуцу которая на севере страны в селе Цаул района Дандюшень применяет необычные и интересные практики в своем пчелином деле лечебное жужжание о своих маленьких терапевтах рассказывает Юн Гуцу вместе с женой дочкой около 40 штук 20 штук находятся в этих домиках эти домика они предназначены для того чтобы принимать процедуру то есть выздоравливать все начиналось четыре года назад как хобби с нескольких пчелиных семей и небольшого количества меда для себя затем семья задумалась о развитии данной идеи и обратилась в организацию развития сектора малых и средних предприятий начинающим предпринимателям удалось не только получить финансирование в рамках программы паре 1 плюс 1 но и поддержку в планировании и стратегическом развитии в начале начиналось с учебой с учебой и обучение обучение очень 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 активная и у них и у них идеи и вместе мы уйдем к концу и решим и терапию по албинам то есть терапия которая позволит relaxать где-то что-то имблажно и системы имунистар мы у нас финансировали мы построили и построили 10 кастырь где-то можно relaxать вместе с Далее уже своими силами предприниматели построили домики для размещения, чтобы посетители могли оставаться здесь, на природе, вдали от городской суеты и не прерывать курс терапии жужжанием, который по всем канонам должен составлять 10 сеансов по 2 часа. Находясь в контакте с пчелами, это поле биологическое действует прямо на другое поле, человеческое. И в контакте они совершенствуются, так подается, что человек по окончаниям, скажем, этих процедур, он приходит в равновесие с пчелами. Она действительно влияет на человека очень благотворно, на нервную систему, на дыхательную систему, на костную систему. Все, что есть в человеке, оно действует положительное. В терафе, в результате, козом зяты, еще веселие се схембе. Сут веселие фрумозы. Омол се фасе и младен, зимбитой, и младен. А здесь видят албинеры, если мы приветствуем их в форме... Здорово! Здорово! Луны мне вверху. Они не такие агрессивные. Они очень приятные. У них больше. Мы сходим. И мы уже слышим вкусы от албинера, от меры, из-за албинера. Мы очень приятные. Мы очень приятные. Мы очень приятные. Мы очень приятные. Два часа вперед. Мы в компании албинеров. И я думаю, что у нас будет в Буку-Россе коммуникации с албинами. Свои двери для посетителей семья Гуцу планирует открыть в следующем году по завершению всех ремонтных работ в домиках для размещения. Тогда и в Молдове станет доступным инновационный подход к заботе о своем здоровье и отдыху в экологически чистой среде под звук жужжащих терапевтов. Надеюсь, что этот сюжет настроил вас всех на позитивный лад. Господин Радов, как вам эта идея? Реально ли открыть что-то подобное в нашем районе? Да, это было бы очень хорошо. Я мечтаю, чтобы дома установить такой домичек на четыре семьи, чтобы соседи сначала, может быть, свои, знакомые приглашать, чтобы они могли там провести время три-четыре часа полежать на топчане, подышать запахом улья. А этот запах очень оздравливает, особенно на дыхательные пути. У кого есть проблемы с легкими, астма, дышать этим воздухом, это прекрасно было бы. Да, я приветствую их. Но я хотел бы еще обратиться, имея возможность к публике, чтобы наши граждане Молдовы, молдаване, гагаузы, болгары, украинцы, русские, кто есть евреи, пожалуйста, употребляйте больше меда, чтобы мы не продавали мед за границу, а чтобы мы кушали его здесь, в Молдавии, свои продукции. Всего доброго. Спасибо. Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Господин Косым, некоторые эксперты называют пчеловодство стратегическим направлением сельского хозяйства. Сегодня мы тоже много об этом говорили. Как Вы считаете, что необходимо предпринять на всех уровнях, чтобы это утверждение действительно стало реальностью? Ну, я уже немножко затрагивал, что если к тому, что мы договаривались раньше, чтобы здесь производили, чтобы наша национальная ассоциация тоже принимала эту продукцию, все, и дальше реализовывала за границей, и распределяли всю эту прибыль равномерно. Тогда, я думаю, что и люди будут довольны с произведенной продукцией, и продукции реализованы, и государство получит больше пользы. Будет прибыль, будут деньги, я думаю. А так немножко не так получается. Ну, и у меня тоже, если уже кончается, хотел бы еще как бы пожелание, потому что мы имеем вопрос у меня по законодательству, есть закон о пчеловодстве, и я считаю, что сколько уже прошло времени, надо уже его, наверное, менять. Он устарел, на Ваш взгляд? Уже надо менять кое-что, там, потому что, вот, пример, у нас был суд, значит, и пчеловод, что семей, значит, потерял, погибли, и из-за того, что он не согласовал с производителем культуры, суд решил, что пчелы зашли, а в это время этот лидер, он обрабатывал рапс, и убил пчел. Дон Лукандратюк знает в таком случае. И пчела летит, пять, семь, восемь километров, все. Как, как, как можно вот этого закона написать, что надо разрешение производить культуру, чтобы пчелу туда пустить? Это же не корова. Ну, в принципе, поэтому есть и другие моменты. Фермеры обязаны информировать примарею за неделю до опрыскивания, а примарея в то же самое время должна предупредить всех пчеловодов. Вот это не соблюдается, вот, и есть и другие моменты там тоже, поэтому я думаю, что уже время идет вперед, и надо как-то поменять и законы, наверное, наши, чтобы оно было ближе к людям, и чтобы не было этих конфликтов, чтобы мирно производили продукты, чтобы не было этого судебных. Спасибо, да, страны. господин Радов, очень коротко, пожалуйста. Мы все в этой стране хотим чем-то заниматься для пользы для страны и для себя, чтобы можно было сосуществовать. Вот отрасль пчеловодство, она очень связана с сельским хозяйством. И вот получается, что одни делают свое дело, другие делают свое дело, и в конце Европа делает 17 пунктов анализа на мед, биомед, чтобы был чистый. А когда сеют пшеницу, перед посевом пшеницы мешками возят и сыпят в эту почву, и не знаю, что там. Они говорят, что удобрение. Какое удобрение, не знаю. Сходит подсолнуха на 4-6 листков гербицидом обрабатывает его, который категорически вреден для пчел. А пчела, это действительно, как мой коллега сказал, что это не корова, ее не припнешь, она летит через это поле, которое обрабатывается. Во время массового цветения рапса обязательно появляется мотылек. Как он называется еще? То есть, мы вас поняли. Махнатная лёга. Махнатная лёга, да. Для того, чтобы требовать экологичность мёда, необходимо, чтобы термеры также соблюдали все эти нормы. Уважаемые участники передачи центральной студии, что вы можете ответить на эти пожелания? Планируется ли что-то на уровне государства для того, чтобы, во-первых, усилить взаимодействие, сотрудничество между фермерами и пчеловодами? И, с другой стороны, что вы намерены предпринять для того, чтобы как-то защитить производителей мёда? не знаю, если, конечно, здесь есть вопрос прямой пчеловоду, с чем сталкивается? Это возврат потери от возврата тех денег и средств от потери пчёл. Но, я думаю, что даже здесь мы немножко беседовали в перерыве, что есть возможности повлиять, конечно, и на изменения в законодательной базе, но, здесь, конечно, думаю, что один из вариантов это применять страхование и упростить процедуру, чтобы не ходили пчеловоды за каждыми, скажем, государственными или чиновниками, и, зачастую, конечно, они потеряют, потому что неправильно оформляется процедура, вот этих документов. Ну, я думаю, что господину Шурелу здесь ещё будет со стороны Министерства сельского хозяйства и территориального развития скажет свою позицию. Значит, что было сделано до сих пор? В течение последних двух лет регламент по субвенциям, субвенционирует, я специально себе записал, пчёлы, пчелосемьи, матки, вулья, оборудование, площадки для транспортировки, постройка помещений для пчеловодов, дальше оборудование для упаковки, дальше мы делаем, то есть пчеловодство было вставлено в ряд, которые получают субвенции при экспорте мёда, при участии на разных выставках тоже субвенционируется, дальше упаковочное оборудование, дальше возврат НДС, дальше законодательство, которое было сделано до сих пор, потому что после тех нехороших моментов, которые у нас были, и пчёлы были как-то отравлены, прямо скажем, значит мы сделали изменения в законодательстве, единственное, что нужно это законодательство поменять, что на следующий момент, мы хотим, не хотим, но продаём мёд на внешнем рынке, поэтому для того, чтобы хорошо продать, мы ещё раз будем сконцентрировано действовать для того, чтобы информировать пчеловодов через разные проекты, как это должно работать. Уважаемые пчеловоды, одним из новых движений, новых веянь, это производство органического мёда. Уже на последней стадии есть очень хороший пример, который в центре Республики Молдова зарегистрирована группа, которые производят органический мёд, и цена на этот мёд в два раза больше. Три. Как мне говорил господин Кондратюк, была создана ассоциация производителей мёда, которые производят мёд с географической регистрацией. И ещё один интересный момент. Мы говорим, что 32, 27, 28 килограмм лей, килограмм мёда, который мы отдаём на внешний рынок. А почему на внутреннем рынке мы продаём по 60, по 70 лей за килограмм? Если мы хотим, чтобы наши люди привыкли к тому мёду, к тому прекраснейшему продукту, который дала нам природа, который показывает, что, может, мы подумаем немножко сделать ту цену, которая будет соответствовать тем возможностям, которые есть не только у среднего населения, но немножко у людей, с ограниченным доходом. Я думаю, что если сделать такой шанс, значит, у нас будет очень много реальных результатов. Ну что ж, проблем, связанных с пчеловодством, на самом деле, очень много, обсудить их всех в рамках одной передачи невозможно, но мы постарались затронуть хотя бы основные вопросы, которые волнуют людей, работающих на пасеке и производящих этот сладкий и очень полезный продукт. Я хочу поблагодарить за участие в передаче господина Георгия Косым, председателя ассоциации пчеловодов района Басаровяска и господина Ивана Радова, пчеловода, владельца достаточно большого количества пчелосемей. Спасибо вам за то, что вы были сегодня в нашей студии. Также я благодарю экспертов, которые на протяжении этого часа присутствовали в центральной студии канал Регионал. Это Штефан Кондратюк, председатель национальной ассоциации пчеловодов, и Юрий Ушурел, госсекретарь Министерства сельского хозяйства. Телезрителей я благодарю за внимание и желаю всем, кто трудится как пчела, неважно в какой сфере, чтобы вам всегда воздавалось по заслугам. Это была передача «Альтернативы». Всего доброго, до новых встреч в эфире. Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоём канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова